Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Иногда чужая инициатива становится для нас тягостной. Вроде бы теоретически ничего страшного не происходит, а ощущение после активности родственников очень мерзкое. Возможно это как всегда конфликт поколений, а может не конфликт, а просто разные взгляды на банальные вещи. Все равно от этого не легче. Мы с мужем несколько лет не были на море. Во-первых, у нас была ипотека, которую нужно выплачивать, а это значит, что денег катастрофически не хватает. Приходится экономить каждый рубль. Во-вторых, родились дети, и было не до отдыха. Педиатры не советуют ехать отдыхать на море с крохотными малышами. Вот и получилось, что отдых получился более чем долгожданный. Поначалу мы с мужем думали просто закрыть квартиру и никому не оставлять ключ. Но перед нашим отъездом затопило соседей с верхнего этажа. Нас это не коснулось. Но возникло опасение. Вдруг что-то случится, а открыть дверь будет некому. Тогда и было принято решение попросить свекровь посмотреть за квартирой. Но видно, слово присмотреть мы понимали по-разному. По нашему мнению это был синоним подстраховать. И то в самом крайнем случае. У свекрови было другое мнение. Отпуск прошел просто великолепно. Радостные мы вернулись с морского курорта и попали в квартиру, которую просто не узнали. Все было вычищено до блеска. Надежда Алексеевна и была проведена уборка, которую мы никогда не видели. Поначалу нам это даже понравилось. Поскольку увидеть такой порядок мы не ожидали. И мне и мужу завтра нужно было идти на работу. Поэтому вернуться в чистый дом было одним удовольствием. Но постепенно наша ратость стала переходить в гнев. Все полки были перебраны до последнего предмета одежды. Стояли стопки наших вещей, включая нижнее белье. Остались только новые вещи. Старые, вероятно, были выброшены в мусор. Лекарства перебраны. Потерявшие срок годности также отправились в мусорное ведро. Контрацептивы к лекарствам. Старые счета в отдельном файле. Неоплаченный лист на видном месте. Тумбочки почти пустые. К тому же, даже не так стоят. Все не на своих местах. Даже приправы и крупы на полках. У нас с мужем появилось ощущение, что нас обокрали. На каждом сантиметре было написано, здесь побывала Надежда Алексеевна. Настроение испортилось. Все хорошее сразу превратилось в негатив. Я теоретически понимала, что должна была быть благодарна свекрови, но на практике не могла даже произнести слово спасибо. Муж был со мной солидарен. Некоторое время мы решили не общаться со свекровью. Дело не в том, что вообще отказаться от общения. Просто нам потребовалась пауза. Причину я озвучила честно, поскольку молчать не могла. Мы с мужем и детьми пытаемся все исправить, ставя предметы на свои места. Надежда Алексеевна обиделась, поскольку не ожидала такой неблагодарности с нашей стороны. Она сказала, что никогда не доводила свою квартиру до такого состояния, хоть и всю жизнь работала. А теперь сделала нам услугу, за что и поплатилась. Как ей объяснить причину нашего непонимания, я не знаю. А что бы ты сказал своей свекрови после такого поступка? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru